Дорогой, мне надоели наши постоянные ссоры, и я решила уйти из семьи. И я тебе в секу сейчас. Да ладно, ладно, дорогая, шутка, чё ты решила? Воспользоваться услугами психолога. Дорогая, это просто наипрекраснейшее решение, я тебе даже оплачу эти услуги, когда ты пойдёшь к нему на сеанс? Не я, дорогой, а мы. Я к психологу не пойду, я не хочу, чтобы мне кто-то в мозгах ковырялся. Поздняк, дорогой, он вот-вот должен прийти. Ещё и на дом его вызвало. Сколько, дорогая, нам это обойдётся? Всего лишь 10 тысяч. Охренеть, дорогая, 10 тысяч, я не готов к тому, что мы возьмём из семейного бюджета 10 тысяч и отдадим их какому-то додику. Дорогой, не переживай, мы не из семейного бюджета эти деньги брать будем. Слава богу. Я с твоей карты деньги к психологу перевела. Какая же ты у меня умница. А, я у тебя такая. Похоже, психолог пришёл, пойду открою ему. Блин, может тоже пойти к психологам работать? Охренеть, я не зарабатываю. Здравствуйте, Пётр Апсёрович, проходите. Здравствуйте, Надежда. Дорогой, иди в гостиную. Пойдёмте. Здравствуйте, Алексей. Приветствую тебя, дорогущий мозгоправ. Расселся-то, поставь пуф к Пётру Апсёровичу. За 10-ка мог бы сам себе пуф поставить. Блин, 10 тысяч. Начнём? Начинай. Расскажите мне, в чём суть вашей проблемы? Пётр Апсёрович, мы с мужем постоянно ругаемся по любой мелочи. Хм, так, и что вы про это думаете? Ну, то, что это, ненормально. А Алексей, вы что про это думаете? Вы, Пётр Апсёрович, с ней беседуете? Со мной не надо. Алексей не Апсёрович, а Апсёрович, и мне важно знать мнение обоих. Она меня уже задолбала, вот что я думаю. Так, и кто первый мириться подходит? Пётр Апсёрович, я первый мириться подхожу. Алексей, а вы почему первый мириться не подходите? Потому что не я начинаю эти ссоры. Вот кто начинает эти ссоры, не будет показывать кто. Тот пусть первый и подходит мириться. Понял вас, Алексей. Так, а как вы миритесь? Ну, я подхожу к нему, и мы... Вы? Вам что, позу что перечислить? А, вон про что. Нет, позу перечислять не надо. Так, а как часто вы ругаетесь? Так, раза три в день, каждый день. Ничего себе, многовато. Пётр Апсёрович, ну а как не ругаться-то? То он носки по всему дому разбросает, то посуду ему лень мыть, то мусор он не хочет идти выкидывать. Угу, угу. Дорогая, не начинай. Уже начала вообще-то. Ну, тогда и я начну. Я только и делаю, что работаю на твоей сраной безделушке, которую ты заказываешь в маркетплейсах. Вот всю хрень оттуда заказывает. Да что ты говоришь? Пётр Засратыч. Апсёрович. Короче, Петрух, знаешь, что она с маркетплейсов заказывает? Ну, откуда же я могу знать? Расскажите, Алексей. Вот, например, недавно она заказала держатели для ушных палочек и шампунь, которым нужно мыть волосы после того, как их помоешь шампунем. Вот скажи мне, Петрух, нахрена это надо? Надо, дорогой, для того, чтобы было удобнее чистить уши, чтобы волосы выглядели лучше. Дорогая, уши можно мизинцем чистить, а бошку мыть с мылом. Вот и чись свои уши мизинцем и мой свою бошку мылом. Алексей, Надежда, я вас послушал, покумекал у себя в голове и пришел к выводу. Вот вы где находитесь. Петрух, это что, жопа? Совершенно верно, Алексей, это жопа, и вы в ней находитесь. И единственный выход вам перестать ссориться, это развод. Пётр Апсёрович, я тебя сейчас ударю. А после неё я тебя ударю. Мы вообще-то любим друг друга, и никакой развод нам не нужен. Вот и не ссорьтесь. Так, секундочку. Сеанс закончен, я пошел. И за это ты ему 10к заплатила? Ага. А ну отдавай деньги, шарлатан. Алексей, к сожалению, не могу, я все деньги потратил. Так а что у тебя есть вместо денег? Ничего. Петрух, ты, конечно, хочешь обижайся, хочешь нет, но тогда я свои деньги у тебя органами заберу. Алексей, у вас прекрасный юмор. Пётр Апсёрович, если что, мой муж не шутит. Пётр Апсёрович, если что, мой муж не шутит.